Рекорды скорости на асфальте Если кто-то еще ставить пытался, в том числе и ваш покорный слуга, то вот до сих пор никто не пытался проехать с секундомером и с четким хронометражом на максимальной скорости по льду Мы решили исправить это досадное недоразумение и для этого на байкальский лед притащили совершенно обычную стандартную Mazda MX-5 Но самое главное, мы привезли на байкальский лед профессиональную бригаду хронометристов и судей Российской автомобильной федерации Ведь наши достижения, а мы надеемся, что они будут, должны стать официальными Но прежде, наверное, логичен вопрос, а почему, собственно, Байкал? Почему нельзя было найти ровный кусок льда где-нибудь поближе к Москве? Отвечаем Поскольку наша попытка установления рекорда носит все-таки, в том числе и символический характер Мы чувствуем себя в некой степени пионерами, поэтому и место должно быть с нашей точки зрения тоже символическое Опытные проводники под началом знаменитого байкальского ледового капитана Александра Бурмейстера подготовили для нас площадку И волонтеры принялись расчищать естественные препятствия Мы же стали переобувать машину в абсолютно новые нешипованные шины Michelin X-Ice 3 с индексом скорости в 210 км в час Мы надеялись поехать быстро И первые же пробные заезды показали, что машина действительно устойчиво стоит на трассе Принципиальное отличие нашего эксперимента от того, что делалось до этого в мире в плане зимних рекордов В том, что в нашем случае под колесами был не специально укатанный снег, а природный голый лед Правда, этот лед потребовал не только некоторой подготовки в виде штурма торосов По правилам Российской отмобильной федерации, трасса, на которую устанавливаются рекорды, должна быть сертифицирована И нам пришлось вывозить на байкальский лед целую бригаду геодезистов, чтобы определить уклоны и разметить дистанцию Ну а тренировки показали, что наши усиления тщетные И в первый же день была достигнута и зафиксирована приборами GPS максимальная скорость в 212 км в час Заявка отправляется в Книгу рекордов России А на второй день была назначена попытка установления еще одного рекорда на прохождение мерного километра Его надо пройти с хода в обе стороны в течение часа И есть всего одна попытка Закон суров, но это закон Однако мы не узнали Байкал Шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду превратил трассу в голое зеркало Машину переставляло на 10 метров в сторону, как пушинку Погода на трассе длиной 5 километров 700 метров менялась три раза От бьющего в глаза солнца до пурги, через которые надо было ехать почти вслепую Одно не менялось – ветрище Но выхода не было, заявка на попытку установления рекорда была подана именно на это число И мы решились Заезд туда прошло более-менее гладко Пару раз машину чуть было не унесло с трассы ветром Но шины цеплялись до последнего А вот финишировать обратно пришлось почти вслепую Я откровенно промахнулся и спас только тормозной парашют Результат есть, но он мог бы быть лучше Какие рекорды могут быть по такой погоде, когда люди парашют даже сложить не могут? Спасибо Да Все было хорошо вчера А сегодня не очень Спасибо, ребята Если расценивать с точки зрения бюрократии, именно работы федерации Состоялось событие, потому что эта строчка оставалась незаполненной в таблице рекордов многие годы А если с точки зрения большой истории, конечно, важно то, что новый, ну, не вид, но новая разновидность рекордов на льду Я думаю, это постигнет очень многих наших гонщиков Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова